Пуританство и пиетизм В Пуритании выдвинули такой лозунг Что, мол, в англиканской церкви Сохранилось очень много отбросов папства И мы хотели бы очистить церковь От наслоения папства Излишних католических обрядов, традиций и так далее Это были, да, одни из первых протестантов В Англии, начиная почти с шестнадцатого столетия Шестнадцатый, семнадцатый век Это время расцвета пуританского движения Пуритании стремились развивать как раз библейскую проповедь Потому что в католическом богослужении был существенный недостаток Что касается проповедей И в англиканской церкви Которая официально считалась вроде бы протестанской Но в ней на самом деле много было элементов католических Много сохранилось католических элементов И до сей поры тоже Пуритане старались в своей жизни воплощать библейскую мораль Библейскую этику И до сей поры есть такое присловие Что вот, мол, у него там пуританский образ жизни Или у нее там пуританский характер Он, мол, ведет себя как пуританин И живет как пуританин То есть строго, честно, справедливо По совести По Библии По библейским стандартам А среди пуритан Очень много было библейских проповедников Они славились как раз тем Что на первое место ставили проповедь И вот Спеджин, о котором мы часто говорим Он как раз вырос на наследии пуританских проповедников Если провести сравнительный анализ проповедей Спеджина И проповедей знаменитых пуританских проповедников То мы много увидим общего Сам стиль, направленность, тематика Во многом совпадают Он часто даже цитирует пуританских проповедников Называет их имена Часто говорит о том, что Дед мой был пастор У деда моего была большая библиотека И там стояли толстенные фолианты Пуританских проповедников Собрание проповедей пуритан Я, мол, тогда еще не умел читать как следует Но любил держать в руках эти толстенные книги Рассматривать иллюстрации, буквы Тоже как они красочно были Сделаны завитушечками Художественные и так далее Наиболее известные из пуританских проповедников Сейчас, между прочим, их Издают на русском языке Одна миссия В Голландии, по-моему И рассылают даже бесплатно Они на русском языке В таком хорошем варианте В твердом переплете Издают Труды многих пуританских проповедников Ну, в частности, кого? Макчейн Труды Макчейна Проповеди Макчейна Томас Ватсон Томас Ватсон Его сборники проповедей Пиетизм и пиетисты Чем это направление прославилось В истории Слово пиетизм В переводе с латыни Означает Благочестие Благочестие Движение за благочестие Движение за освящение За праведность Что это тоже было Очень интересное явление В истории церкви С пиетизмом связана Можно сказать Реформация На реформацию Движение реформации Началось в начале 16 века Подъем Взрыв такой духовный Энтузиазм Прошел какой-то период времени Наступило охлаждение Застой духовный Окостенение Также в Англии, да? В Германии В Германии, да В протестантских церквах Тоже стали звучать проповеди Такие слишком академические Безжизненные Отвлеченные От абстрактной Несвязанной С жизнью С нуждами Повседневными В духовной жизни Застой образовался И тут взрыв Последовал Это хороший урок истории Если в какой-то церкви Наблюдаются Застойные явления Жди Обязательно будет взрыв И взрыв этот Может быть Даже не всегда С положительными Последствиями И с отрицательными Стоит только Вот пойти по пути Такого По пути ухода В обывательство В такое тепло-хладное Христианство В тепло-хладную веру Будет какая-то вспышка Будет противодействие И вот пиетизм Как раз и явился Такой вспышкой Реформацией На реформацию Потому что протестантизм Стал Впадать в охлаждение И в самом же протестантизме Образовалась Встречная струя Струя противодействующая Такому состоянию Ее назвали Пиетизмом Пиетистское движение Инициатором Пиетистского движения Был Филипп Шпенер Гейсли Лютер Как вы помните Написал 95 тезисов Основа их Авторитет Библии Равенство всех Верующих перед Богом Христос Глава Церкви Да против индульгенции То Шпенер Обнародовал Всего 7 тезисов 7 тезисов Шпенер Он назвал Свои тезисы Благочестивые пожелания Благочестивые пожелания Вот отсюда И само Появление термина С этим связан С благочестивыми пожеланиями С устремлением К благочестию Христианскому Мы не будем Все 7 перечислять А назовем Наиболее Такие Отличительные Шпенер Шпенер провозгласил Что Слово Божие Должно занять Центральное место На кафедре На первое место поставил Проповедь библейскую И он же Шпенер Ввел Так называемый Бибельштунден Библейские часы Библейские часы Кроме Обычных богослужений По инициативе Шпенера Были установлены Библейские собрания Для изучения Библии Для совместного Размышления Над страницами Священного Писания Что касается Богословского образования Он тоже Ввел Такое предложение Что мол В богословском образовании Надо больше Обращать внимание Не на Не на Наполнение Ума Разными Сведениями А на Освещение И очищение Сердца Это тоже был Вот такой важный Элемент Со стороны Пиетистского движения Не только Наполнять Ум Различным Знанием Разной информацией Но и Идти по пути Освещения Очищения Сердца Естественно И проповеди В этом направлении Должны тоже Развиваться Интересно Интересно то Что вот это Движение Пиетизма Пиетистское Оно Зародилось Вначале В протестантизме В протестантских Церквах Потом Перекинулось На католичество Захватил Католические Церкви И в какой-то Мере Затронуло Даже Русское Православие Это было Межконфессиональное Движение Движение За благочестие За обновление Духовной жизни За Построение Духовной жизни На Библии На библейском Фундаменте Образовательный Ресурс Видеосеминарии ТВС Это ваши пожертвования Мудро вложенные В христианское Образование Поддержите Наш проект Молитвой И финансами Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте www.tvseminari.com Ну а теперь Следующий Раздел Из этой темы Из обзора Истории Проповеди Евангельское движение В России И на Украине Евангельское движение В России И на Украине 19-20 века 19-20 века В курсе Истории Ивановского движения Мы с вами Говорили о том Какие обычно Нам вопросы задают Когда Мы выходим В какие-то Общественные места Обычно Два вопроса Как долго Вы в России И какой вклад Вы внесли В отечественную культуру На эти вопросы Желательно Отвечать Аргументированно Как долго Вы в России Мы отвечаем так Что истоки Евангельского движения Уходят Где-то В век Даже не в 14-й А в 12-13 века 12-13 век Самые отдаленные Истоки Вот тогда уже Начинали заявлять О себе Отдельные Проблески Евангельского русла Евангельского движения Ну а в 14-м веке Евангельское движение Заявило о себе Уже в таком В массовом виде Как массовые движения Многочисленные Оно получило название Движение Стрегольничества Или движение Стрегольников Стрегольники Зародились На почве Православия Это Первоначально Были представители Ниши Православного Духовенства Дьяки Чтицы Псаломщики Ну а их Главными Вождями Были два Человека Никита И Карп Никита И Карп С Новгорода Северо-запад России Новгородская Земля Вот там Первый очаг Стрегольничества Образовался За что Ратывались Стрегольники Вот казалось Такая эпоха Древняя Прежде всего Они хотели Чтобы Все духовные Требы Совершались Бесплатно Бесплатное Совершение Духовных Треб Это тоже Был Смелый Шаг Крещение Брак Сочетание Венчание По Такой По Православной Традиции Везде Тарифы Чем ближе К столице Тем ставки Выше и выше А стрегольники Выступили за то Чтобы Все требы Бесплатно Совершать Новый завет Новый завет Должен быть основой Вероучения И жизни Основа вероучения Новый завет К Богу Можно обращаться Без посредников Напрямую И каждый верующий Имеет право Свидетельствовать О Боге И они Они сами Показывали Пример В этом отношении Образовывали Группы Кружки Наиболее Таких Ревностных Благочестивых Христиан И в народе Их стали Называть Миряне Тире Христолюбцы Миряне Христолюбцы И грамотные Из них Стали писать Разные Воззвания Поучения Распространяли Их Раздавали В народной Среде И вот Эти документы Частично Сохранились До нашего Времени Когда ученые Их Исследуют То находят Там очень Интересные Примечательные Вещи Призыв Стрегольников И даже Тех Которые Были До Стрегольников Был Такой Там На старославянском Языке По-моему Вот эти Разбы Звучат Леп Уже Есть Всем Славите Бога И Всем Проповедуйте Учение Его Да Вот это Очень Важный Был Такой Призыв Обращение Лепо То есть Хорошо Прекрасно Чтобы все Славили Бога Не только Духовенство Чтобы участвовало В прославлении Но все И чтобы все Проповедовали Учение Его Они же Вот Наставили На такой Практики Если Положим Рядом Нет достойного Священника То человек Может Исповедоваться И перед Мирянином Перед тем Кому он Доверяет Считают Что он Можно ему Доверить И можно перед Ним Исповедоваться Они вот Такую форму Исповедь Тоже допускали То есть Взгляды У них были Евангельские Очень близкие К Евангелии К протестантизму Естественно Коли у них Были такие Устремления Свидетельствовать Прославлять Бога То они Были Такими Первыми Народными Библейскими Проповедниками Среди Населения То есть В их Кружках Общинах Развивалась Библейская Проповедь Истины Библейские Преподносились И распространялись Мы не будем Подробно Вот Всякие другие Там течения Рассматривать Просто кратко Упомянем Малаканство Малаканское движение Оно тоже Очень широкий Размах В России Получило Начиная С 18 века Один из Основателей Малаканства Семен Уклеин Семен Уклеин Еще до того Как он стал Организатором Нового движения Он до этого Любил Библию Сам лично Любил ее читать Любил беседно-библейские Темы проводить С народом У него Была профессия Портнова Портнежных дел Мастер Он путешествовал По многим Селам Брал заказы Потом Выдавал их Была возможность Соприкосновения С многими людьми Вот он любил Духовные беседы На библейские темы Проводить За любовь к Библии В народе Его прозвали Блаженным Звали его Блаженный Семушка Блаженный Семушка За любовь к Священным Писанию За любовь Духовным беседам Ну и как вы знаете Малаканство Получило очень широкое Развитие Там тысячи Малакан В Тамбовской Губернии В Тульской Губернии В Курской Тоже Я думаю Много Было Малакан Был такой Всплеск Очень сильный Особенно В начале 19 века Вторая половина 19 века За счет чего Успех обеспечивался За счет Жажды в народе Жажда Богоискательства И за счет Того что Малаканские проповедники Проповедовали Библию Священное Писание Раскрывали Народу Ну Это сопровождалось Тем что Было переведено На русский язык Евангелие Да Вот я как раз Об этом хотел сказать Большой толчок И к библейской Проповеди И к библейским Исследованием Дало Учреждение Российского Библейского Общества В 1812 13 Годах РБО Так называемое Российское Библейское Общество И это была Не просто Организация Там Кружок Энтузиастов Это уже Стало Очагом Духовного Просвещения Очагом Библейского Просвещения Князь Голицын Был Директором Российского Библейского Общества А предложение Исходило от царя От Александра Первого Царь подал Эту мысль У нас В России Почти все Инициативы Сверху Сходят Не снизу А сверху Сам Александр Первый Пережил Встречу С Библией Личную Встречу И это Так на него Повлияло Что он Решил Открыть В России Библейское Общество И проводить Реформы Было Даже Открыто Специальное Министерство Называлось Министерство Духовных Дел И Просвещения И цель Этого Министерства Состояла В том Чтобы Возродить В русском Народе Живую Сознательную Веру Такая Формулировка Была В уставе В приказе О создании Министерства Возродить В русском Народе Живую И Сознательную Веру Ради Этого Госаппарат Был Создан Ну Начало Это было Хорошее Потом Потом Все Это Заглохло Дворяне Там Выступили Против Движения К Отмене Крепостничества К Отмене Крепостного Права Им это Было Невыгодно И Наибольшую Часть Духовенства Тоже Противодействовало Библейскому Движению Удина Лежит На Духовенстве Не на всех Конечно Был Филарет Дроздов Митрополит И Были там Другие Которые Ставили Палки В колеса И Дроздов И другим Переводчикам И в конце Концов Свернули Реформы А как Современные Историки Сейчас говорят Даже Светские Историки Если Мол Реформы Которые Начались В эпоху Александра Первого В начале Девятнадцатого Века Продолжались То Россия Уже Ко второй половине Девятнадцатого Века Заняла бы Одно из первых Мест В Европе В Европе И Там По экономическим По культурным Развития Если бы Заслон Не поставили Бюрократы Светские Бюрократы Церковные Россия Бо такой шаг Сделала Стремительный Во всех Отношениях Ну Такая Вот Наша История А история Как говорят Не терпит Сослагательного Наклонения Украина Вторая половина Девятнадцатого Века На Украине Библейские Проповедники Появляются Среди Кого? Молокан Сосланы Молокан Это одно А вот Как на Украине Называли там Штундистов Да Среди Штундистов Как раз Вот слово Штунда Зародилось От От Шпеннера От Библейского Часа Он же В свое время Учредил Библейские Часы А верующие Которые Собирались На чтение И разбор Писания В народе Стали называть Штундой И сейчас По-моему В России Всех неправославных Зовут Баптистами А на Украине Все неправославные Это Штунда Штундисты Такое понятие В народе Вот Один из тех Кто был Первоначально Штундистом Штундистским Проповедником Кто это? Как вы думаете? Ребошапка Да Ребошапка Иван Иван Григорьевич Ребошапка Из крестьянской Среды Человек Малограмотный Был Проповедовал на рынках Да Но стоил ему Только Уверовать После Уверования У него Такая Тяга Появилась К изучению Нового Завета Тяга К повышению Грамотности Он даже Стал Немецкий Язык Изучать Потому что Русский Еще вначале Свой родной Плох Знал Но Прогрессировал Очень здорово В этом отношении А потом Даже взял За немецкий Ради чего? Ради того Чтобы Слечать Тексты Новый Завет На немецком Языке Новый Завет На родном Языке Вера Вера Дает импульс К тому Чтобы повышать Свои образовательный Уровень Вот Примеры Ребошапку Называли Апостолом Украины До Ребошапки Еще один Был Такой Народный Проповедник Иван Онищенко Иван Онищенко Странствующий Проповедник Тоже В штундистской Среде Он Сформировался Кавказ Кавказский Исток Иванского Движения Дал нам Очень много Библейских Проповедников Очень Высокого Класса Вот Один из них Павлов Да Это Павлов Василий Вурьевич Вот Он Из среды Малакан Все Предки Его Были Малакане Он Был В Малаканской Семье В Малаканской Общине А потом Сделал шаг К баптизму Простился Примерно 25 языков Было В активе Василия Гурьевича Павлова Не все Конечно Он их знал Досконально Хорошо знал Английский Немецкий Европейские Языки А других Имел Представление Изучал Древние Языки Греческий Еврейский У него К этому И Была Возможность Когда он Жил На Кавказе В Тифлисе Там В еврейской Синагоге Была Школа Еврейского Языка Он ходил Туда Изучать Еврейский Язык Были У нас Была У нас Семья Крейманов Отец Крейман Бениамин Крейман Крейман Правда Сейчас в Америке Где-то Живет Вот Он мне лично Рассказывал Про отца Отец Его был Таким Руководящим Служителем В Союзном Центре Работал Крейман Значит Еврей Чистокровный Еврей Но Когда они В Союзе В Духовном Центре Встречались Отец Креймана Еврей Чистокровный И там Появлялся Павлов Человек Русский Когда Еврей Начинал Говорить Что-то На еврейском Языке То Павлов Его корректировал Поправлял Произносил Такую фразу Нет Израиль Ты тут Ошибся Израиль Ты здесь Не прав Лучше По истории Баптистского Движения Его проповеди Его речи На всемирных Конгрессах Баптистов Они тоже Интересные Во многих Отношениях Кавказ Кавказ Очаг Дал Нам Вот этого Проповедника Библейского Евангельского Это Иван Степанович Проханов У Проханов Тоже Такая Духовная Эволюция Была Непростая Малаканство Вначале Родители И предки Проханова Малакани Он Потом Присоединяется К баптистской Общине Во Владикавказе А Оказавшись В Петербурге Становится Лидером Евангельских Христиан Малаканство Баптизм Евангельское Христианство Ну Проханов Эта фигура Можно сказать Общая Таких Людей Такого масштаба Как Проханов Их очень трудно Втиснуть В рамки Какой-то Одной конфессии Один из основателей Нашей Отечественной Школы Почему мы можем Его Так назвать Во-первых Он был Организатором Библейского Образования Как только Появлялась Возможность Он тут же Открывал Семинары Библейские Курсы В плане В проекте У него было Даже открытие Института Библейского Сам Старался Учиться При любой Возможности Учиться Богословию Ну и вообще У Проханова Был такой Девиз Он Девиз На всех Верующих Евангельском Направлении Распространял Что Евангельский Христианин Должен Стремиться К тому Чтобы получить Два Образования Два Высших Образования Высшее Светское И высшее Духовное Такую цель Должен Ставить Перед собой Евангельский Верующий Высшее Гражданское И высшее Духовное Богословское И сам Он Как известно Получил Инженерное Образование Он Учился В Технологическом Институте В Петербурге Это одно Из престижных Учебных Заведений И тогда И сейчас Тоже Затем Обучался В разных Институтах На западе Библейских Миссионерский Институт В Англии Протестантский Факультет В Париже Богословский Факультет В Берлине Он о себе Иногда так говорил Что я спасал Людей Евангелием И тормозом Вестенгауза Тормоз Вестенгауза Ну По инженерной Специальности Был инженер Путеец По тормозным Устройствам Специализировался Потому так и сказал Тормозом Вестенгауза Спасал И Евангелие Два Рычага У меня было Два Орудия Организатор Библейского Образования Это во-первых И во-вторых Его проповеди И написанные И произнесенные Могут быть Образцами Евангельской Библейской Проповеди Что он Мог и в малых Группах Проповедовать Хорошо Мог проповедовать На открытом воздухе Это был Можно сказать Проповедник Трибун Даже такая Параллель Напрашивается Своебразная Ленин Когда у нас Родился В каком году В 87-м 1887 1870 Год рождения Ленина Год рождения Проханова 1869 На год По сути дела В одно время Родился Ленин Вождь Язычников И Проханов Вождь Евангельского Христианства Лидер Евангельского Христианства Есть один Такой факт Косвенного Взаимодействия Когда в Казани Запретили Съезд Христианской Молодежи Проханов Направил Ленину Телеграмму В связи Вот с этим Инцидентом Ленин Через Бонч Бруевича Дал ответ На распоряжение Не чинить Препятствия Верующим Вот это факт Исторически Подтвержденный Обоснованный Это Не предание Ходатайство Проханова Адресованное Ленину Ленин Через Бонч Бруевича Ответ На распоряжение Не препятствовать Не чинить Адресованное Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова